всем привет вы на канале индустриал тул меня зовут андрей и сегодня у меня на обзоре аккумуляторный щеточный рубанок который работает на аккумуляторах серии lxt makita модель дико пи 180 данный инструмент предназначен для строгания древесины максимальная ширина строгания 82 миллиметра а максимальная глубина регулируется от 0 до 2 миллиметров также возможно выборка четверти максимальная глубина достигает 9 миллиметров во многих интернет-магазинах указано что комплектация z идет голый то есть в коробке лежит чисто один рубанок и больше ничего но на одной картинке в интернете я нашел как бы полную комплектацию и меня сейчас точно такая же комплектация и на коробке также указано что за это но здесь уже лежат различное дополнительное оборудование ключ торцовочный на 9 для снятия лезвий и также вспомогательная пластина для установки ножей частота обработки древесины достигается за счет качественной алюминиевой подошвы и высокой скорости двигателя скорость двигателя здесь 14000 оборотов в минуту хотя в инструкции написано почему-то 15000 оборотов во всех интернет-магазинах и на сайте makita указано 14000 также у этого двигателя имеется автоматический тормоз на верхней части рубанка мы видим удобную рукоятку с эластомерным противоскользящим покрытием также на рукоятке располагается выключатель с защитой от случайного нажатия под как под правую так и под левую руку под рукояткой располагается шильдик на котором указана модель место производства дата выпуска и серийный номер сделан данный рубанок в великобритании также сверху спереди расположена регулятор глубины строгания со шкалой от 0 до 2 миллиметров на торце спереди мы видим винт барашек для фиксации различной оснастки сбоку корпуса есть специальное отверстие для установки как бы различные оснастки различных ограничителей и прочего примерно вот таким образом на боковой части рубанка мы видим насадку для отвода пыли которые можно подключить либо пылесос либо мешок для пыли мешок для пыли в комплект не входит также на боковой части рубанка мы видим заднюю крышку двигателя сняв которую мы можем заменить щеткодержатели а для того чтобы заменить щетки крышку снимать не обязательно достаточно снять колпачки и щеткодержатели щетки в данном рубанке стоят 441 и также под пылеотводом выбита стрелка указания направления ножей на обратной стороне корпуса мы видим крышку защиты ремня ножи в данном рубанке имеют ременной привод а на задней части корпуса мы видим разъем для подключения lxt аккумуляторов 18 вольт внизу мы видим алюминиевую подошву на задней части которой располагается опора которая служит как для защиты самих ножей так и для защиты обрабатываемой поверхности то есть мы ставим рубанок и ножи не прикасаются обрабатываемой поверхности когда мы начинаем строгать опора автоматически убирается а на передней части опоры мы видим v-образный паз для снятия фаски разумеется важнейшее значение для качественной обработки имеют используемые в строгальном агрегате ножи в рубанах можно устанавливать режущий инструмент разных типов в том числе и мини лезвие от рубанков с сетевым питанием конструкция инструмента позволяет их легко заменять поставщики рубанка предлагают для него не только ножи различного типа одно и двухсторонние затачиваемые и не затачиваемые но и целый спектр фирменных приспособлений для их заточки фиксации и точной установки ну а теперь давайте попробуем этот агрегат в деле не что давайте проведем небольшие испытания у нас на улице ветер и сейчас может быть дождь пойдет поэтому если со звуком что-то не так строго не судите также я сразу предупреждаю я работаю таким инструментом вообще первый раз работал там последний раз рубашком в школе ручным доска конечно сейчас закреплена неправильно то есть здесь провисание но мы сейчас не добиваемся там идеального результата мы просто хотим посмотреть какая у него мощность как она вообще работает давайте устанавливаем аккумулятор выставил я сейчас на 0 1 миллиметр надеваем очки и пробуем пока без пылесоса возможно сейчас стружка полетит у вас включаем 0 1 миллиметр выставим сразу 0 5 давайте попробуем сразу на 2 миллиметра не знаю потянет он да вот сразу чувствуется глубина снял 2 миллиметра ничего идет нормально уверенно на батарейке два заряда и кстати и не заряжал полностью давайте вторую часть часть уровне чуть-чуть глубже получилось потому что на этой тоже изначально по-моему я 05 срезал и вот он переходит ну и давайте попробуем срезать фаску для того чтобы срезать фаску вообще существуют такие две направляющие одеваются чтобы ровно он стоял но можно принципе и вот так вручную попробовать но в эту сторону просто она вручную наверно не получится идеально ровно прикольно давай с другой стороны инструментом можно работать и левой рукой вот получилось вот такая фасочка выводы по рубанку компактный инструмент легкий подойдет для столярных мастерских как бы любому столяру для начального уровня да и для профессионалов очень большое количество насадок все аксессуары насадки хранения чемоданы вы увидите в конце ролик а кто более требовательен к инструменту и кому нужна версия помощнее существует версия 181 она идет уже с бесщеточным двигателем и с bluetooth модулем для подключения пуль без проводного пылесоса ну а на этом все всем спасибо за просмотр подписывайтесь на мой канал ставьте лайки всем пока и так ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА